Девушки отдыхают Собственной жизнью, это нельзя описать словами, проникают под землю, мы бы утонули в этой магме. И находят скрытые угрозы, Лонгвелли рассматривают как активный супервулкан, в надежде предсказать ближайшие мегаизвержения. Почему? Вопросы мироздания. Извержение вулканов. Вулкан Амбрим, Республика Вануату. Последнее крупное извержение, 1988 год. Уровень опасности высокий. Вас понял. Действуйте. Нейтан, начинай двигаться со страховкой. Черт. Ты чувствуешь, как дрожит. Исследователь Джефф Макли спускается в один из самых опасных в мире вулканов. Ты как мотылек в пламени свечи, но тебе хочется подобраться еще ближе. Он хочет приблизиться к лавовому озеру Амриам, ближе, чем кто-либо прежде. Подобные ему исследователи рискуют жизнью, чтобы помочь ученым понять, как работают эти монстры. И предсказывать, когда произойдет извержение. Начал. Джефф, желаю удачи. Пять метров. Два метра. О, Господи. Это нельзя описать словами. Никак. Лава в 30 метрах, и что самое невероятное, ты словно глядишь на солнце. Трудно описать, сколько мощи требуется, чтобы довести камень до кипения и брызгать им словно водой. А если вспомнить, что кипящий камень выходит из самого центра Земли, то закипят и мозги. Амриам. Амриам – часть мощнейшего источника вулканической деятельности на планете – Тихоокеанского огненного кольца. Кольцо проходит по линии геологических разломов, в местах встречи тектонических плит. Здесь обнаружено 452 вулкана. Среди них несколько супервулканов, способных уничтожить всю нашу цивилизацию. В огненное кольцо входит большинство вулканов, обнаруженных в Соединенных Штатах. Мы около вулкана Ньюберри. Предстоит спуститься метров на 400 по размытому, заросшему пути до лавового потока. Рик Лохуссен отслеживает ряд самых опасных вулканов в США. Мы определили Ньюберри как один из вулканических центров в США, которые потенциально активны. Это один из вулканов, несущих большую угрозу. Ньюберри, штат Орегон. Последнее крупное извержение 130 лет назад. Уровень угрозы очень высокий. Ньюберри сохранял активность в течение многих тысячелетий. Нет оснований думать, что она прекратится. Один из возможных сценариев извержения Ньюберри начинается с многодневных землетрясений. Далее признаки будут проявляться на поверхности. Вероятное извержение горячих газов с камнями в местах протекания подземных вод. Извержение пара, выбрасывание камней с разлетом на километр более. Затем произойдут извержения побольше. Будут подниматься столбы пепла, которые частично коллапсируют, создавая нисходящие фирокластические потоки. Потом возможно наблюдение шлаковых конусов, подобных тому с фонтанами. Зрелище будет впечатляюще. Несомненно, начнутся лесные пожары, когда горячий пепел попадет на деревья. И, наконец, потоки расплавленного обсидиана, реолита, будут выходить наружу и стекать к озеру, словно неторопливый раскаленный бульдозер. Эта активность охватит 300 тысяч гектаров земли, затронув несколько крупных городов. Извержение примет разрушительный характер. Пепел может помешать авиации. Он подействует на двигатели машин, перекроет транспортные коридоры, снизит качество воздуха. Воздействие фирокластических потоков будет также губительным. Они будут разрушать все на своем пути. Так что приходится отслеживать все на месте, чтобы не быть застегнутыми врасплох. Панели в хорошем состоянии. Что там видно? Нет повреждений. Отлично, можно начать работу. Толчки, вызванные вулканической активностью глубоко под землей, обычно первый предупреждающий признак. Порой вулканы просыпаются очень быстро. И чтобы не столкнуться с неожиданностями, приходится следить постоянно, чтобы раньше засечь любые подозрительные толчки. Новые сейсмографы столь чувствительны, что ловят малейшую дрожь под Нью-Берри. Эти сигналы будут восприняты и передадутся в наш офис. Скажем, я трижды топнул, и вот ясный сигнал. Все отлично. Но не существует инструмента предсказателя извержений. Чтобы приручить зверя, ученые должны понять скрытые процессы, происходящие на глубине километров. Геохимик Кен Симс знает это лучше остальных. В любой точке Земли наша цель одна — понять вулкан как можно более основательно, поскольку мы можем предсказывать только благодаря пониманию и наблюдениям. Представьте, что нам удалось раскрыть Землю, и мы путешествуем внутрь активного вулкана. Вот я начинаю путешествие. Я спускаюсь вниз, проникая в озеро Магмы. Это воображаемое путешествие вглубь вулкана. Я проник в лавовую трубку или систему трещин, которые уходят от поверхности все дальше в эту глубинную камеру, заполненную магмой. Лава — это расплавленный камень, но под поверхностью Земли она называется магма. Это кровь в сосудах каждого вулкана. За многие годы она скапливается в обширной камере в километрах под земной поверхностью. Вот я и в камере с магмой. От рёва можно оглохнуть. И жар невыносимый. Порядка 700 градусов. Чем больше камеры с магмой, тем сильнее извержение. Площадь некоторых охватывает тысячи квадратных километров. Время от времени я улавливаю струю газов, поскольку именно тут газы выходят из магмы. Магма выделяет нестабильные газы, которые и запускают извержение. С этой воображаемой точки удобно наблюдать, как нарастает давление. Теперь опустимся ещё глубже в мантию, откуда поступает магма и где происходит плавление. Почему? Вопросы мироздания — извержение вулканов. Почему? Вопросы мироздания — извержение вулканов. Геохимик Кен Симс совершает виртуальное путешествие в сердце активного вулкана. Полторы сотни километров под землёй температура достигает 1100 градусов. Достаточно, чтобы плавился камень. Итак, мы в самом сердце вулкана. И мы добрались до того места, где происходит плавление, глубоко в мантии. Давление здесь феноменальное. Оно действует на нас. Оно сжимает эти породы, деформируя их, и они выталкиваются вверх, где и образуют расплав. Расплавленный камень, сочась по каплям, вскоре образует поток. Это почти речная система. Она начинается в виде небольших, разветвлённых каналов, по которым магма, в конце концов, достигает камеры, которую и заполняет. Давление летучих газов в магме, наконец, достигает предельной точки. Извержение неизбежно. Если бы Кен и Фрейм был в вулкане, пришло бы время ему убраться. В земле возникают трещины. Магма, наконец, вырывается на свободу из камеры, устремляясь к ближайшему выходу. Это величайшая сила на земле. Предсказать извержение из глубин Земли до сих пор невозможно. Но на поверхности возникают признаки, которые помогают учёным узнать об опасности до извержения. Вулкан Этна, Италия. Последнее крупное извержение 2002 год. Уровень опасности очень высокий. За многие столетия вулкан Этна в Южной Италии погубил десятки тысяч людей. И сегодня он снова ожил. Сейчас происходит землетрясение на глубине 10 километров к югу от острова Вулкану. Вулканические толчки Этны вызвали настороженность в контрольном центре. Термические датчики засекли подземные горячие точки. Вот эти красные точки указывают нам на наличие магмы, которая вызывает толчки внутри вулкана. Это место находится к востоку от вершинных кратеров Этны. Явно что-то происходит с вулканом. Вулканолог Эндрю МакГонникул спешит помочь разобраться в ситуации. Сейчас мы едем к вершине Этны. Мы едем, а дальше пойдем до края кратера и посмотрим все, что удастся. Он приближается к вулкану, извержение которого убили десятки вулканологов. Опасность, конечно, есть. ИНТРИГУЮЩИЯ Взрывы сотрясают кратер. Но это конец извержения или начало? Вот нечастая возможность проверить новый способ предсказания нарастания нового извержения. Газы очень важны. По большей части они и заставляют вулканы извергаться. Выделение вулканических газов нарастает во время извержения. Замеры дадут представление о его масштабах. С помощью камеры, видящей в ультрафиолете, Эндрю измеряет содержание главного газа — двуокиси серы. Обнаружили газ? Да, обнаружил. Двуокиси серы поглощает ультрафиолетовую часть спектра. И если взглянуть на изображение, мы видим черные пиксели, это указывает места, где происходит поглощение. Динамика содержания двуокиси серы говорит о том, что больше магмы пришло в движение. Изображение передается в контрольный центр. Мы можем измерить содержание газа пиксель за пикселем по полученному изображению. Ультрафиолетовая камера подтверждает высокую концентрацию газа. Впереди еще больше извержения. Контрольный центр всех отзывает с вулкана. Мы должны принять меры, чтобы уменьшить риск для населения. Извержение Этны нарастает. Но временная эвакуация спасает местное население. Успешное предсказание – победа для ученых. Чем больше мы наблюдаем, тем больше учимся и больше узнаем о том, как справляться с извержениями. Замеры выделения газов – эффективный инструмент оценки масштабов извержения. Но часть вулканов непредсказуема и избивает ученых с толку. Эйяфьялла-Йокюль, Исландия. Последнее крупное извержение 2010 год. Уровень опасности очень высокий. Март 2010 года. Внезапно извергается отдаленный Исландский вулкан. Он посылает вверх на 10 тысяч метров смертоносный столб пепла. Мощные воздушные потоки несут пепел к Юго-Востоку, в европейское аэропространство. В результате – хаос. Вулканический пепел способен забивать двигатели самолетов со смертельными последствиями. Я была поражена остановкой воздушного движения, ведь это в самом деле коснулось множества людей. В итоге было отменено 100 тысяч рейсов за 6 дней. Это обошлось в миллиарды. Почему ученые этого не предвидели? Оказалось, в вулкан попала свежая магма, прореагировав со старой. В результате – мощная детонация. Здесь и там происходили перемещения, и мы не могли толком понять, куда движется магма. Следящее оборудование не могло рассказать о том, что происходило под землей. Теперь вулканологи работают над тем, чтобы их больше не застали врасплох. Здесь мы ведем мониторинг вулканической системы, которая располагается у нас под ногами. А система GPS позволяет увидеть, как смещается Земля. GPS-станции ведут мониторинг вулкана с околоземной орбиты. Мы записываем данные со спутников, которые летают в космосе. И уже можем видеть, как искривляется Земля. восходящая магма раздувает вулкан, как шарик, деформируя грунт над собой. Это может рассказать о том, что происходит внизу под вулканом. Но и мониторинг вулканов из космоса имеет пределы. Эта игра в предсказании извержений основана на множестве предположений о происходящем внутри Земли. Но мы никогда не узнаем точно, правда ли это. Разве что удалось бы отправиться вниз, вглубь реального вулкана, чтобы проследить за тем, что происходит. В Исландии это возможно. Трехнио Кагегюр, Исландия. Последнее крупное извержение 4000 лет назад. Уровень опасности низкий. Спящий вулкан расположен в 30 километрах к югу от столицы, рейк Явика. Последний раз он извергался 4000 лет назад. И сейчас его кратер не был забит застывшей магмой. Так, посмотрим. Готовы? Да. Это вам, спасибо. Ну ладно. Вулканологи Фрейстейн Сигмюнсон и Рикки Педерсон хотят исследовать эту огромную пещеру, надеясь раскрыть здесь секрет предсказания землетрясений. Почему? Вопросы мироздания. Извержение вулканов. Почему? Вопросы мироздания. Извержение вулканов. Вы видите эти кристаллы вон там? Это будет увлекательно. Да, предвкушаю удовольствие. спуск в некогда смертоносный вулкан почти никогда невозможен. Лава застывает сплошным камнем, блокируя проход. Но в Исландии обнаружилась уникальная возможность. вы посмотрите, здесь есть проход. Какая большая пещера. Это огромная пещера. Огромная вулканическая пещера глубиной 120 метров дает исследователям уникальную возможность изучить эту сложную систему изнутри. Трудно поверить, что именно там, где мы стоим, протекала раскаленная магма температурой под 700 градусов. Можно представить это в виде водопроводной системы в доме. Имеется комплекс труб. Магма поступает отсюда и оттуда. Все это одна система. И мы можем увидеть, насколько она сложна. Рикки, что это? Что за кристаллы? Да, смотрите, это кристаллы серы. Здесь было обилие парообразной серы, и после извержения сформировались эти дивные кристаллы. Магма генерирует огромное количество двуокиси серы. И серы покрыты эти поверхности. Посмотрите, надо же, сколько тут серы. Удивительно, какой тонкий слой. Сразу после извержения здесь все было желтое. Но камни осыпались и разрушали желтое покрытие, так что очень опасно здесь находиться. Четыре тысячи лет назад, во время извержения, вся эта камера была заполнена каменным расплавом и бурлящими газами. Посмотрите сюда, возможно, эта трещина осталась от магмы. Не эта ли система питала все извержение? Да, возможно, магма проходила в эту систему разломов. Да, и образовала пещеру. Исследователи хотят выяснить, как именно магма проникала в эту огромную камеру. Понимание этого может стать ключом к предсказанию будущих извержений. Здесь мягко под ногами. Да, стало по-другому. Действительно мягко. Словно песок. Если порода такая мягкая, значит, магма... Магма легче проникает сквозь мягкие породы, чем сквозь твердые. Да. Возможно, это одна из причин образования этой пещеры. Вот почему здесь так просторно. Да. Магма просочилась в камеру сквозь мягкие породы. Это новый фактор, который предстоит учитывать в наших моделях. Магма скорее проникнет туда, где более слабая зона. Да. Новое открытие рисует более сложную картину работы магматической системы. Значит, если этот кратер вновь воспламенится, то в регионе сначала начнутся небольшие землетрясения. будут образовываться небольшие разломы. И с началом извержения мы увидим огненные фонтаны из этих разломов. Они будут расти все выше и выше, пока не случится полноценное извержение. Всего через несколько минут начнет заполняться вся эта камера. Мы бы просто утонули в этой магме. Этот уникальный вулкан в Исландии доказал, что магма может проникать сквозь мягкие породы. Каждое такое открытие помогает ученым лучше предсказывать извержения. Но точные предсказания в Америке вряд ли будут возможны достаточно скоро. США 169 вулканов и многие на Тихоокеанском Огненном кольце. Большинство активны и потенциально опасны. Достаточно ли просто вести мониторинг? В США есть вулканы, за которыми пристально наблюдают, но есть и те, которые требуют большего внимания. Только в северо-западной части Тихого океана 15 вулканов относятся к каскадным горам. Эти гиганты нависли над Портлендом, Тиэтлом и Ванкувером и могут привести к невиданным разрушениям. В каскадных горах много очень активных вулканов. Все они потенциально способны к значительным извержениям и при нашей жизни. Здесь, в каскадных горах, произошло самое смертоносное извержение в Америке. Сент-Хелленс, штат Вашингтон. Последнее крупное извержение 1980 год. Уровень опасности очень высокий. В мае 1980 года гора Сент-Хелленс испустила столб горячего воздуха и камней. На его пути все живое было уничтожено мгновенно. В 2004 году вулкан извергся снова. Теперь лишь ослепив ученых, которые отслеживали степень его опасности. В 2004-м Сент-Хелленс уничтожил станцию с GPS-системами и сейсмометрами. Доставить туда новое оборудование нелегко, но придется доставить. Не безопасно приходить туда на долгое время. И мы разработали станцию, которая будет поднята и доставлена на место вертолетами. На земле никого не будет. Это Спайдер. Разработанный Риком Лохузеном и командой экспертов, он содержит набор следящих устройств в одном портативном и стойком корпусе. А это сейсмометр здесь? Да, это сейсмометр. В него встроен предусилитель, все в защитном кожухе. Это датчик GPS. Это радиоантенна. Сбор данных о сейсмической активности и деформациях грунта необходимы для предсказания извержений. Теперь Рик Лохузен и Кен Симс хотят отправить Спайдер в коварный кратер вулкана Сент-Хелленс. Придется выполнять экстренное приземление, но мы останемся на борту, пока не убедимся, что винт остановился. Действуйте, шесть экс-рей. Шесть экс-рей отправляется с гравийной площадки, но борту Рик с ним Спайдер. Итак, отправляемся в безумную синюю даль. Мы должны видеть вершину горы Рейньер. Она все время слева. Мы находимся в центре цепи каскадных гор. Это рискованное задание, но главная угроза остается в Сент-Хелленс. Справа купол 1980-86, он дымится. Надо опасаться будущих извержений подобных вулканов. Ясно, что это очень активные горы. Так это будет справа от свода? Да, над дном кратера. Попробуем найти там открытое место. Ладно. Спайдер нужно установить точно, чтобы его направленная антенна посылала четкий сигнал. Лучше быть подальше от воды и к востоку от свода. Из-за постоянных вихревых воздушных потоков и вредных газов задание может быть первонно. Скорость ветра 15 метров в секунду. Ничего не видно. Опустим одну ногу и можно будет нацелить, но только не переворачивать. ясно, вот так. Хорошо? Так, еще. Все нормально. Так, Что скажешь? Отцепляй. Все отлично. Ванкувер-6 X-Ray Спайдер установлен. Мы покидаем место. Он установлен там, где нужно, и мне не терпится вернуться и посмотреть, как работают все системы. Спайдер установлен правильно и начинает передавать данные. Такие данные в комплексе станут важным и уникальным шагом вперед в мониторинге вулканов по всей Земле. Новые успехи в мониторинге вулканов помогут лучше защищать население от опасности. Но есть вулканы, которые потенциально способны уничтожить всю нашу цивилизацию. Это супервулканы. Два самых крупных расположены в США. Кен Симс пристально следит за самым знаменитым из всех вулканов. Йеллоустоун, штат Вайоминг, последнее суперизвержение 640 тысяч лет назад. Уровень опасности высокий. Йеллоустоун — активный супервулкан, способный на это. в прошлом было три огромных извержения. Суперизвержение. Тысячи раз более мощные, чем у Сент-Хелленс. Извержение такого масштаба способны сравнять с землей весь Запад Северной Америки. Северный туман тогда закроет Солнце и вся Земля погрузится в вулканическую зиму. Вот что такое вулкан Йеллоустоун. Вот целая батарея оборудования. Она отслеживает деформации грунта, выделение газов и землетрясения. Это крайне необходимо для краткосрочных прогнозов. Но найдет ли наука способ предсказания суперизвержений в отдаленном будущем? Это очень сложный аспект нашей науки. Долгосрочные предсказания. Ответ мог бы дать газ Родон. Небольшие количество этого газа выходят из камеры с магмой. Родон распадается, оставляя радиоактивные изотопы. Это уникальные химические метки, которые замеряются учеными. Родон можно использовать как часы. По нему можно понять, как быстро газ поднимается из магмы в глубине на поверхность. Но ввиду уникальных особенностей геологии вулкана Йеллоустоун метод детекции Родона сначала обескураживал. Камера с магмой размером с Род Айленд лежит на глубине километров. Прямо над камерой расположено огромное водохранилище. Газом из магмы приходится преодолевать водную среду. В итоге усложняются наши измерения. Если Кен найдет способ выделять радон из воды, он, возможно, решит одну из величайших загадок вулканологии. Долгосрочные прогнозы. Почему? Вопросы мироздания. Извержение вулканов. Почему? Вопросы мироздания. Извержение вулканов. Могут ли ученые с достаточной вероятностью предвидеть извержение смертоносных супервулканов? Вещество, содержащееся в магме, газ радон, возможно, даст ответ. Но в Йеллоустоуне поверх камеры с магмой расположено водохранилище, и радон сначала нужно выделить. Я беру образцы воды и стараюсь отделить радон, чтобы сделать замеры. Радон обнаружен. Ген определяет, как быстро поднимается газ. Это говорит ему, насколько активна система магмы. С пониманием трубопроводной системы магмы придет возможность лучше предсказывать предстоящие извержения. Готова ли магматическая камера, некогда опустошившая Северную Америку, снова взорваться. Простая демонстрация с газированной водой помогает понять главный принцип извержений. Газ растворен в газированной воде. Если бутылку встряхнуть, мы увидим пузырьки, это углекислый газ, но многого мы не увидим, поскольку бутылка закрыта, и газы остаются растворенными в воде. Но как только я ослаблю давление, сняв крышку, газы, понятно, будут выходить из раствора, так же, как и в магматической системе. Когда магма окажется наверху, давление уменьшится, и газы будут выходить. Так что, если хорошенько встряхнуть бутылку и открыть ее, то при снижении давления газы начнут выходить из раствора и... Пожалуйста! Родоновый тест подтверждает, что угрозы суперизвержения нет. Пока что. Это не значит, что ученые должны ослабить бдительность. Есть другие супервулканы, стоящие на заднем плане. Мамонтовая гора в Восточной Калифорнии одно из самых оживленных курортных мест штата. Но здесь происходит нечто зловещее. Недавно три члена лыжного патруля странным образом задохнулись насмерть. Таинственным образом гибнут тысячи деревьев. Что за смертоносные силы здесь поработали? Кен Симс и Синди Уорнер прибыли для расследования. Они замеряют уровень смертельно ядовитого углекислого газа СО2. Вот так. Концентрация превысила уровень. 10%. Что происходит? В почве образуется углекислый газ, что и приводит к гибели деревьев. есть только одно вещество, которое может выделять СО2 в такой концентрации. 8,6. 8,6. Это магма. Но откуда взялась магма под Мамонтовой горой? Гора расположилась на краю древнего вулкана, столь обширного, что его не видно с земли. Лонгвелли, штат Калифорния. Последнее супер извержение 760 тысяч лет назад. Уровень опасности очень высокий. Сразу за нами проходит юго-западный край кальдеры Лонгвелли. Лонгвелли рассматривают как активный супер вулкан. 760 тысяч лет назад супер вулкан Лонгвелли извергался в масштабе, который невозможно представить. До красна раскаленный пепел покрыл землю на тысячи километров. Этот извергнутый пепел сумел добраться вплоть до Канзаса и Небраски. Смерть в лыжном патруле и гибель деревьев доказывают, что магматическая камера сохранилась и еще опасна. Если Лонгвелли, Йеллоустоун или другой супервулкан начнут извергаться вновь, может измениться ход человеческой истории. Многие предполагают, что извержение супервулкана Лейк Тоба 74 тысячи лет назад в Индонезии едва не лишило человечества шанса на жизнь. На много тысяч лет пришло всепланетное похолодание. Все вулканы опасны. Лишь редкие угасают совсем. И время всегда на их стороне. Вулканы, дремавшие длительный период времени, могут быстро проснуться. Мы не можем остановить извержение, но есть возможность минимизировать его воздействие. Если этого не делать, опустошение будет феноменальным. Наука предсказания извержений прошла долгий путь и спасла множество жизней. Но остаются многие вопросы. Раскроют ли вулканологи коды смертоносных вулканов до начала нового извержения? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова